Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Понимая, что мы все разные, стараясь выкладывать разные темы. Сегодня я вам предлагаю тему Аюрведа. Зачем нам нужны болезни? Читает Лора. С точки зрения Аюрведа все болезни подразделяются на пять видов. Первый. Болезни учителя. Эти болезни возникают, когда человек сворачивает со своего эволюционного пути в так называемый тупиковый коридор и являются своеобразными индикаторами нашего несовершенства и пороков. С точки зрения эволюции сознания эти болезни останавливают нас, чтобы мы не ушли в сторону от своей настоящей программы. Об этом можно прочитать в пятом-шестом номере журнала «Большая и малая спираль эволюции сознания». По нашим наблюдениям, в современном обществе таких болезней встречается около 60-70%. Возникновение подобных заболеваний приводит к защите организма от более страшных видов патологии. Например, системные дерматиты, экземы, нейродермит, псориаз защищают человека от такого смертельного заболевания, как бронхиальная астма или даже цирроз печени. В их лечении современные врачи обычно используют гормональные мази, которые не только блокируют выход эндотоксинов через кожу, но и постепенно вызывают кортикостероидную недостаточность. Самое удивительное, что подобные мази можно купить в любой аптеке без рецепта. Известно также, что некоторые люди, страдающие бронхиальной астмой, после перенесенного туберкулеза полностью избавляются от своей основной болезни. В настоящее время в некоторых западных странах разрабатываются специальные туберкулезные вакцины, которые планируется использовать в комплексном лечении бронхиальной астмы. С давних времен известно. И то, что если у человека, страдающего эпилепсией, разовьется варикозное расширение вен, то проявление судорожного синдрома может полностью исчезнуть или ослабнуть. Итак, подобные болезни, друзья, если они возникают, требуют правильной оценки врачом. И их лечение должно быть совершенно иным, чем в обычных случаях. Таких заболеваний встречается около 3-5%. Третье. Болезни-помощники. Многочисленные вирусы, либо иные виды инфекции, а также некоторые физические факторы. Геомагнитные бури, геопатогенные воздействия оказывают на наш организм укрепляющее адаптогенное воздействие. С их помощью наше тело как бы проходит определенную тренировку для преодоления более тяжелых недугов. В некоторых случаях такое воздействие может даже изменить характер биологической эволюции. Болезни-помощники обычно проходят сами, без лечения, и не доставляют сильного беспокойства. Встречаются в 3-5% случаев. Четвертое. Болезни-проводники. Такие заболевания возникают у человека за несколько лет до смерти с точки зрения Аюрведы считаются неизлечимыми. Современные исследования говорят о том, что причина нашей смерти кодируется уже в период внутриутробного развития на уровне молекул ДНК. Болезни-проводники связаны с остановкой механизма наших больших и малых биологических часов, то есть истощением так называемого отжаса. Эти болезни приходят, чтобы обеспечить наш уход из этого мира, ведь никто не умирает просто от старости. Такие заболевания встречаются сейчас в 10-15% случаев. Пятое. Болезни-враги. Возникают исключительно из внешних причин. Например, от воздействия ионизирующего излучения приема сильно действующих токсических веществ. Например, алкоголя или наркотиков. Попадание в организм канцерогенов с воздухом, водой, пищей или сильного переохлаждения. Такие болезни встречаются в 5-10% случаев.